здрась всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть золотой колосс и сегодня у нас много работы да скажу назовем это так а также большая распродажа на самом деле я уже третий раз записываю эту серию вчера у меня сначала не записался звук потом не записалась картинка я на самом деле психанул но сегодня утром подумал что нельзя контенту пропадать и поэтому решил откатить сейф и записать это все дело еще раз короче говоря друзья что у нас вообще происходит у нас созрела вот здесь вот травка ее нужно будет покосить и нужно будет навести здесь порядок это раз во-вторых есть у нас шестое седьмое поле здесь у нас созрела канала когда она нам нужна я пока без понятия но в общем то она есть и и ладно потом еще чем засеем туда также друзья коровничек наш с нашими животинками тут у нас в общем то закончилась еда у наших коров но не закончилась но почти закончилась по 20 процентов здесь всего осталось есть у нас 300 молодых коровок в телятнике в принципе по еде все нормально по факту и корпус можно забить опять и соломы нам хватает и сена травы нам хватает немножко осталось и того и другого солома вообще дохренища моносмеси пол бункера в принципе тоже забита нормально свеклу и отруби нужно будет перевести но это быстро но моносмесь закончилась в общем то надо будет покосить вот наше поле сегодня и собрать все это дело на моносмеси и ее поделать также ребята можно сразу же открыть меню птицы фермы у нас во первых уже производится во всю яйца 11 кубов их есть ну и птичек у нас тоже хватает все они сейчас продуктивные скоро начнут стареть будем их убивать на мясо и новые эти поддоны с яйцами покупать новых птенцов выращивать но тут друзья заканчивается комбикорм поэтому надо открыть меню завода комбикормового цеха и мы здесь видим красную такую вот штуку я друзья совсем забыл про то что надо здесь производить постоянно то чем вылетела эта механика из головы короче два часа делаем то за копеечку и потом запустим эту линию сделаем этот самый корм птичкам также друзья что еще из интересного во первых рис тут получилось так что поля созревают у нас в разное время получается одно поле рис уже созрел и я даже воду отсюда уже спустил второе поле рис еще не созрелся зреет в 8 утра соответственно в 9 утра начнем уборку но 8 спустим а воду начнем уборку и это же все будет нормально ну и сад тут в общем то все нормально мне починили манускрипт от сейв поэтому теперь деревья у нас стоят здесь все прекрасно на складе у нас лежат огурцы потому что место там закончилось сейчас идет созревание 41 процент уже урожайность как видите 15 процентов на самом деле она упадет до 10 потому что мы не вносили компоста молодые деревья максимум 20 процентов урожая дают а без компоста 10 но мы специально это сделали тоже следующий цикл мы там уже внесем компост там у нас все будет влажность пока нормальная поливать смысла нету так что тут все понятно но на восточном тепличном элеваторе точнее комплексе боже что я несу у нас есть дохренища курсов баклажаны томаты здесь лежат это все дело мы сегодня продадим также у нас уже 5 урожай здесь поэтому надо будет менять грунт новый мы привезли старый потом выведем 8 12 у нас здесь произойдет вот это вот созревание ну и засеем потом мы уже перейдем на клубнику будем выращивать ее в больших масштабах также друзья был у нас приобретен вот такой вот контейнер я там парился насчет вот этих вот прицепов я их продал все рефрижератор то что мы покупали автодрайвом не хотели работать но как выяснилось дело в урале они в прицепах прицепы должны работать нормально потом со временем мы их приобретем они нам все равно понадобятся а также друзья мы продали весь урожай огурцов и соответственно купили новую хреновину а именно паровозик вот такой вот классный теперь у нас есть паровоз и на паровозе мы сегодня покатаемся обязательно и в общем то по продаем наши все урожаи но друзья все по порядку поэтому погнали в общем то начнем с травки вообще друзья я соврал опять надо сначала отвезти коровкам отруби и свеклу отрубей друзья у нас много потому что мы делали контракты заказ на производство там все вот это вот дело получается у нас было до хрена жмыха и до хрена трубей и я соответственно жмых продал на отруби решила ставить себе будем соответственно кормить этими отрубями коровок загружаем немножечко в общем то давайте таймлапсик я сейчас по-быстрому отвезу отруби а потом еще свеклу музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, друзья, в общем-то мы отвезли, довольно быстро это получилось, этого товарища мы отправляем на разгрузку, пускай едет разгружается, сами погнали займемся травкой. Тут, в общем-то, уже есть отработанная схема у меня, знаете ли, за две попытки записи, все у нас хорошо, а где-то, а, трактор, да. У нас поедет работать вальтра, в первую очередь. Здравствуйте, джесси-бишечка. Берем вальтру и в первую очередь отправляем ее еще раз покосить эту самую траву. Выставляем ее сюда, генерируем ей маршрут, самый простой, взад-вперед, туда-сюда-обратно. Со стартовой точки запускаем и он пошел косить. Сейчас он одну проходку сделает, хотя пока сделает, можно, в принципе, и заняться этим. Нам, друзья, нужно все это дело еще и заволковать, и для этого у нас есть вот такая вот классная штука. Волковать она сегодня будет два раза, и первый уже начнет вот прямо вот сейчас. Вроде как косилка должна ехать медленнее, в любом случае они немножко разные по ширине, поэтому можно, наверное, его отправить прямо и сразу. Или дать все-таки косилке фору. На самом деле можно не давать, если что, а это самое, отпустим его. Волковалка чуть уже работает, поэтому в теории они вообще друг другу мешать не должны. Посмотрите, какой здесь гигантский волок. На самом деле такой волок не будет даже помещаться в тюковщик. Он будет оставлять по бокам чуть-чуть маленькие вот эти дорожки, поэтому придется волковать еще раз. Но ничего страшного, заволкуем еще раз, это довольно быстро будет происходить. Вообще, может быть, имело смысл даже отправить вот этих вот ребят работать и в это же время начать отвозить корм. Но я не такой, у меня слишком мало мозговля такого, да. Пока они тут косят и волкают, друзья, можно еще и будет переворошить. Тут, короче, будет 12 вот таких вот волков, и 6 из них мы переворошим в сено. Вот такой вот хитрый план. Давайте возьмем трактор, который у нас на сейлке работает. Вот этот. Можно отцепиться пока. И, в общем-то, половину травы мы делаем сено, половину мы делаем силос. И, соответственно, будет нам еще сделать моносмесь. О, очень даже хороший такой план. Мне он, по крайней мере, нравится. Я даже курсплей ставить не буду. Сейчас ручками 6 проходок по-быстренькому переворошу. В общем-то, а вам, не знаю, таймлапсик, во. Вот, друзья, в общем-то, половину поля мы переворошили. Да, здесь немножко раскидались эти волки, но, как я уже говорил, мы все равно второй раз будем это все дело волковать, поэтому ничего страшного. Также у нас сразу же заканчивает косилка косить, поэтому давайте его отсюда снимем и цепанем тюкалку. Во-первых, друзья, загружаем маршрут курсплейчику. И маршрут мы берем от нашей волковалки. Это раз. Во-вторых, у нас тут немножко сухой соломы льна осталось. Кстати, я про нее совсем забыл. Но мы ее отсюда убираем, потому что один тюк потом везти куда-то мне просто лень. И запускаем со стартовой точки по маршруту вот этого вот паренька. Он сейчас здесь будет делать тюки из сена, а потом из травы и будет обматывать их в силосе. Все у нас будет хорошо. Эти самые тюки нам, друзья, надо будет сейчас пособирать. И делать мы будем это с помощью, конечно же, вот этой вот нашей платформы. Так что поехали к полю, посмотрим, что там да как. Смотрите, насколько часто лежат тюки. И он собирает только половину сена. То есть мы после того, как заволкуем еще раз, здесь еще столько же будет. А так они лежали бы, ну, почти в два раза чаще. Так что все нормально. Я, друзья, в общем-то, вот это вот все собираю, отвожу. И тогда мы уже, наверное, встретимся. Потому что тут довольно долго он будет тюковать. Едет он медленно, потому что тюковщик аж захлебывается от количества травки, которая в него поступает. Вот, так что я сейчас все это дело соберу, отвезу. Вот этого товарища мы снимаем. Потом запустим его еще раз. Еще все оставшееся тоже затюкуем. И тогда уже встретимся, я вам покажу, что да как. Ну что, друзья, почти 8 утра. У нас уже убралось вот это вот поле. И оно даже сеется. И, кстати, можно его удобрить. Нанять самолетик. Вот так вот, бздынь. Рисовый чек уже тоже один убирается. И у нас тут закончили мы возить тюки. Однако остался еще вот такой вот мусор, который надо будет вручную собрать. Он находится не в пределах поля, поэтому тюкалка здесь не каталась. Поэтому мы сейчас берем вот этот вот тюковщик. Прерываем маршрут и можно его даже сбрасывать. Включаем его, опускаем и ставим follow me. Вот такая вот хитрая схема. А сами садимся вот в этот самый трактор и едем волковать. И подбирать, грубо говоря, мусор. А сзади тюковщик по этому же самому маршруту поедет это все дело и затюкует. Вот так вот круто. Так что, в общем-то, да, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот. Вроде как все собрали. Травы нигде лежать не должно будет. Но мы сейчас еще проверим. Не, вот он пропускает все-таки местами. Ну ладно. Это, знаете ли, такое уже. Можно, в принципе, снять и ручками за него доделать. Хотя не знаю, что будет эффективнее, когда работник работает или я сам работаю. Я тоже, знаете ли, иногда криво где-то что-то делаю. Но ничего страшного. Видимо, на последний тюк тут травы не хватит. Вроде бы, друзья, все до последнего грамма мы собрали. Ну и ладно. Нормально. Не, вижу еще один пропущенный косячок. Сейчас соберем. Хотя там все равно не набьется до конца. Вот. Нормально. Ну ладно, пойдет. Значит, а сейчас нужно, во-первых, что сделать? Во-первых, нужно поставить обратно волковалку на стоянку. И запустить этого товарища еще поработать. Цепляем к нему вот такую вот штуку. Это чизель-культиватор, друзья. На самом деле, если мы перенесемся на рисовые чеки... Кстати, вот должно созреть поле сейчас. Да. Только что созрело. Сливаем отсюда тоже воду. А я забыл залить водой 13-й чек. И поэтому здесь мы пропажем урожая. Короче, надо все это дело заново культивировать и сеять. Сеялка, если просто так ее пустить, она там не работает. Даже известью посыпать нельзя будет. Кстати, надо будет все поля известью посыпать. Короче, надо сначала закультивировать. Иначе это поле вообще какое-то нерабочее. Поэтому вот этого товарища мы отправляем это делать. Он это будет делать довольно долго. Потому что мощей ему явно там прям не хватает. Но в любом случае, пока у нас там дойдет до посева, у него есть еще большая фора. Поле 13 со стартовой точки. Погнал. Блин, почему он с этой позиции не может постоянно доехать? Потому что-то с парковкой не то. Вот отсюда. Давай, погнал. Блин, выглядит, конечно, немножко ущербненько. И... Ну ладно, как есть. Далее, друзья. Вот этот товарищ. Его мы пока просто паркуем. Скоро надо будет начинать отправлять уже известь. А вот этот товарищ... Подбираем оставшиеся тюки и везем их на коровник. Бздынь. 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 И вроде последний, да? Да. Все, поле чистенькое. Ни травинушки там не лежит. Погнали, отвезем на коровник. Сблаго недалеко совсем ехать. И все это дело, соответственно, выгружаем. Бздынь. Готово. Ты у нас дальше, получается, едешь на садовый центр за рассадой. Давай, погнал. Вроде как здесь ты должен подхватить какой-нибудь маршрут, да. А мы пока поиграем немножко с тюками. В общем-то, у нас их тут довольно много. То есть полный ряд есть силоса, полный ряд сена. И еще там начали другие ряды появляться. И из этого всего дела мы будем делать мано-смесь. Пока включаем просто производство. Оно довольно быстро работает. Я его скоро остановлю. Не знаю, когда, но скоро. Просто сделаем небольшой запас этой самой мано-смеси. А этот товарищ, да, погнал за рассадой. Сейчас разберемся. Тут уборка идет полным ходом, но известь разбрасывать еще рано. Подождем, в принципе, пока поле уберется. Че тут к уборке этого мы приступим только через час. Так что все нормально. Мы, друзья, пока перейдем в садовый центр торговый, да. В садовый центр и купим рассаду. Правда, денег у нас на рассаду нет. Поэтому придется брать небольшой кредит. Нам надо 185 тысяч, чтобы было на балансе. На рассаду этого хватит. Поэтому 184 хватит. 155 тысяч берем кредит. И покупаем 7 поддонов с клубникой. И да, не хватает денег. На следующий тысячи... 1, 2, 3, 4. Какой у нас баланс интересный остался, а? Сейчас мы, друзья, в минус уйдем. Такой, что мама не горюй. Так, включаем автоподбор. Загружаем вот эту вот рассаду всю. Она так прыгает. Прыгаскок к нам на бор... На набор, да. Выгружаем ее на платформу. Застегиваем ремни. И отправляем на теплицы ВТК посадка. Во. Погнал. Он, в общем-то, там проедет через триггер. И все посадит. И все будет классно. А мы же пока погнали, сходим на эти самые теплицы. Возможно, сейчас пару минут времени мы мотнем. Тут работа идет полным ходом. Собирают урожай. Уже почти закончились. 98%, но в 12 минут вроде как. Должны нам все это дело опустошить. 10, 11, 12. О, видите, как я все знаю правильно. И теперь этот грунт мы выгружаем. Весь вот так вот. Кнопочки нажимаем. И грунт выгружаем. И делаем то же самое еще раз, только загружаем уже свежий. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, готово. Надо будет потом вывезти отработанный грунт. Но это ладно, чуть попозже сделаем. В общем-то, Урал здесь приедет, все посадит. И с теплицами мы, по сути дела, разобрались. Погнали кататься на паровозике. Вот, друзья, ради чего все это и делалось. Замышлялось. Открываем гар. Большой, классный вот такой вот паровозик. Красненький. Типа РЖД. Заводим двигатель. Ждем, пока он заведется полностью, прогреется. В принципе, можно сразу, пока мы ждем маршрутик, заказать. А мы едем на ферма сады. Вон туда. Включаем заднюю передачу. Цепляем вагоны. Останавливаемся. Включаем переднюю передачу. Не знаю, как это называется вообще. Уж простите. И такой вот я неграмотный. Ставим вот такой вот вид из кабины. И, в общем-то, полетели прямиком к нашим садам. Ну и, по сути дела, мы почти приехали. Ставим обратно обычный вид. Блин, все-таки классно. Паровозики здесь делали. Я миллион раз уже об этом говорил. И, наверное, еще миллион раз скажу. И, значит, друзья, паркуемся. Мы пока что около склада. Вот этого вот, который первый. Это склад садов. Нужно как-то сюда поставить вагончик первый. Аккуратненько. Чтоб попал. А у меня есть некоторые проблемы с парковками. Во. На этом складе у нас лежит 179 кубов огурцов. И начнем погрузку мы именно с этого склада. Сначала будем грузить огурцы. Загрузка, увы, идет относительно долго. Но, ладно, все равно. Потом зато быстро перевезем и сразу 600 кубов. Классно же. Жалко, автогруз не работает. Или не жалко. Или, может быть, это даже и хорошо. Итого. Первый вагон у нас практически загружен. Оп. И готово. И подгоняем, соответственно, второй вагончик теперь. На это же самое место. И грузим туда остатки с этого склада. Вот, вроде бы попал. Там попал. 79 кубов давай грузить. Дальше нам надо будет подъехать вон к тому дальнему складу. Это уже склад именно самих теплиц. Сейчас мы тут все сделаем. Минус 27 тысяч на балансе. Я обалдеть. И еще кредита висит сколько. Ну, ладно, мы сейчас это все дело отобьем. Одним этим составом просто. Все. Вагон загружен. И подгоняем теперь второй вагон. Можно даже вот вид поменять немножко, чтобы прям попасть, попасть. Чтоб точнее все это дело было. Вот сюда вот. Вот к этим вот дверкам. Пробуем остановиться четенько. И попал. Загружаем огурцы. Хотя тут, в принципе, быстро. 20 кубов всего надо было загрузить. В общем-то, друзья, я сейчас по-быстрому загружаю весь состав. И поедем потом на нем кататься. Хотя ехать нам недалеко, но ладно, все равно. Загружаем огурцы. Короче, я загружаю, чтобы вас не мурыжить всем этим делом. И поедем. Ну и вот, друзья, загрузили мы огурчики. У нас осталось еще 105 кубов. То есть на один вагон. И 5000 там потом куда-нибудь, как-нибудь, другим способом мы перенесем. Давайте поставим камеру вот от этого вот вагончика. Чтобы было классно. И знаете, куда мы поедем это все дело продавать? Не знаете. А поедем мы на консервный завод. А консервный завод у нас находится по маршруту элеватор. Там придется, конечно, потом разворачиваться, все это делать. Но тем и веселее. В общем-то, отсюда мы выезжаем. Упс. В другую сторону едем. И погнали на консервный завод. Там это все дело сейчас и разгрузим по-быстрому. И прибываем мы. И разгружаемся. И все. И полетели, покапали денежки нам. Сразу же можно готовить следующие вагоны к разгрузке. На консервном заводе места очень много свободного. Поэтому можно сюда прям почти все будет перевезти. Но не все. 108 тысяч мы получаем за один вагон. Да? Неплохо, правда? Намного быстрее получается, чем возить на Урале. Второй вагончик тоже есть. Ставим третий. Во. Готово. Разгружаемся. И, кстати, можем вернуть кредит. Чтоб он нам глаза не мозолил. Довольно быстро мы его вернули, да? Разгрузка идет намного быстрее, чем загрузка. Но это и логично. Так везде. Ломать, как говорится, не строить. Этот вагон у нас тоже есть. Ставим четвертый. Опаньки. И выгружаем. Четвертый вагон 108 тысяч нам приносит. Пятый готов. И шестой тоже готов. Отлично. Значит, что мы делаем дальше? Ставим на нейтраль. И глушим вообще двигатель нашего поезда. Наши покатушки на сегодня у нас закончены. А вообще, друзья, эту серию я тоже сейчас закончу. За кадром, друзья, я засею вот эти вот рисовые поля. Разберусь с ними, что тут да как. У нас там уже и сеялка закончила свою работу. И уборка закончилась. Первого рисового чека. Тут у нас еще вода осталась. Еще убирать ее рановато. Тут у нас ездит, все делает. Тоже молодец. Ездит он довольно медленно. По-моему, 45 минут ему надо, чтобы вот это вот все дело сделать. Также, друзья, сегодня, как вы видите, сверху 11 число написано. 11 числа у нас был стрим и розыгрыш 22 фермы был. Там мы искали трех счастливчиков, которые на халяву получат ферм. Ну, двое прям совсем на халяву, а третий не прям на халяву. Ну, ладно. Вот, и на этом стриме, в общем-то, мы катались и продавали наш урожай. И поэтому в следующей серии у нас будет уже дохренище бабла. Ну, теоретически. Потому что, на самом деле, у меня что-то всего еще не произошло. Это так, планы на будущее. Короче, ссылка на стрим остается вот здесь вот сверху. Если вот по кнопочке нажать сейчас можно, там высветилось подсказочки, да. Если вдруг кому интересно, если вдруг кто не смотрел, там довольно-таки интересная викторинка была. Можете, вон, свои знания проверить, если не смотрели. Ну, как по мне, интересно. А как оно там на самом деле все пройдет, я без понятия. Хотя еще стрим не начался, я уже желчи начитался такой, что просто капец. И думаю, нахрена вообще делать добрые дела для людей, если все равно кучу говна в твой адрес... Ладно, все. Простите. Наболело. Так вот, в следующей серии у нас будет дохренище денег. И займемся мы, скорее всего, реорганизацией какой-то техники. Купим что-нибудь новенькое. Короче, будем их тратить, эти наши денежки. И все будет классно. На этом, друзья, у меня все. Огромное спасибо всем за просмотр. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Отдельно не забывайте лайкусики, комментарии ставить. Точнее, лайкусики ставить, комментарии писать. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. И, в общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...